всем привет с вами медведь сегодня мы будем коптить коптить вот этот вот целую полку шестилингов и прикольная история короче я думал что ну шестилинки мне когда-нибудь пригодятся всю лигу я их копил карты собирал там где-то в грабеже они появлялись иногда и думал ну вот наконец-то там следующий билд там попробую как-нибудь организую там какой-нибудь нового там экзотического персонажа там берсеркера там спалкастера что-нибудь такое и копии думал о ну там типа будут у меня копченые шестилинки которые я двойным караб там в темпулов азиатл значит закопчу и будет супер гир какой-нибудь ну я пару раз так сделал и потом меня просто задрало реально прикол прикол этой линии вообще это то что здесь шестилинки вообще просто ну падают как 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 говно и самое главное через карты они постоянно появляются то есть там то ли значит есть там чейнста байнд какая-то там карта по моему вот чтобы такую sacrificial гарп потом есть карта на холи чейн мэйл и просто случайные какие-то там типа там дапр продажи продажи какие-то ну короче полно просто вот шестилинки просто падают с неба как говно реально в в этой лиге поэтому у меня их и соответственно скопилось очень много мало того у меня еще и уникальные есть шестилинки вот типа вот этот вайлдраб фокс хлам короче единственный который я сохранил это вот эту вал регалию она 80 уровня но как бы я все равно и и попробую что-нибудь прикольное из нее сделать я ее мне нужно quality 30 потом я ее в без в бестиарии я ее размножу на 2 и обеих их прокачаю там хотя бы ну хотя бы там до 600 700 ес по возможности ну 700 наверно не получится ну 600 получится и потом уже их закопчу поэтому пока что не буду еще у меня где-то был по-моему каумсхарт какой-то у меня короче левый каумсхарт где-то валялся где-то завалялся я его потом тоже закопчу короче этот на самом деле это полностью чисто так эксперимент вот что если вы хотите коптить армора как бы армор тос ну боди армор вообще самый профитабельный для копчения потому что на нем выпадает плюс 2 к скиллам если у вас нужный скил я попался под копчение это очень очень сильно повышает ценность брони ну давайте просто поскольку уже конец лиги мне это все говно не нужно я его все равно продам поэтому за диване поэтому у меня как бы по-любому это все уйдет никуда так что давайте чисто эксперимент проведем значит все все на коррупцию потом еще вот эти две уникальных заказа коррупцию вот эти две и потом еще каумсхарт за коррупцию и того у нас получается сколько будет 6 на 4 24 26 27 коррупции и посмотрим какие будут результаты ну что погнали они все просто обычные шестилинки с 20 некоторые да я там коллица коллица никак не влияет на коррупцию естественно значит цвет камней я цвет дыр я тоже не менял это если что можно поменять все равно в бенче уже после коррупции поэтому просто тупо все коррупции смотрим на результаты но уже что-то поломалась какие-то белые линки там пошли и вот эти две это сломалась так ну что смотрим на результаты это говно можно выкидывать говно можно выкидывать говно тут тоже вот это говно стало о соки ты трап майнс так 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 что то интересное уже пошло что-то интересное прикольно наверное что то с этим можно замутить 6 increased max life ну такое по сути как бы как будто бы не коптил ничего белый белое гнездо очень часто выпадает 5 reduced fire damage taken ну такое говно тоже о плюс один соки ты джемс вот это вот это довольно таки интересно то есть вот это если выпадает это сразу же прибавляет в цене очень сильно если особенно если вы на 3 лиги или даже для своего был да это очень прикольно я это все равно в любом случае продам это мне ни к чему я это мне это совершенно все не нужно это чисто эксперимент на посмотреть что выпадет так ничего ничего белая дыра ничего ничего 3 а это вообще шлак это вообще полный кал вообще не нужно совершенно белая дыра плюс 2 соки вот курс ну курс практически никогда тем более в зеленых в зеленых дырах точно суть курс у вас не будет поэтому это же говно ничего а вот это неплохо вот это довольно сильная тема особенно пока это довольно сильно повышает не то чтобы выживаемость а именно вот ну неудачу она сглаживать то есть если вообще вам не просто прилетела из ниоткуда какой-то там снаряд и критонул и вас шотнул вот такое бывает пока и это очень неудачно поэтому и конечно же это очень крутая коррупция именно для хк белая дыра ничего плюс один соки тут вот теперь плюс плюс вот такие вот неплохо да белая дыра еще один плюс один соки тут более нифига себе ай говно короче вот самые прикольные были вот эти несомненно вот эти коррупции были с трапы трапы майн принципе неплохо я даже вот эту на память оставлю потому что она проапгрейджена это через профессии апгрейдится а тут у нас плюс один к соки джемс попалась вот эти все это конечно очень сильно это прикольно я даже вот эту оставлю тоже на память потому что она необычная необычная броня sacrificial garb и 113 жизни в принципе неплохо все все остальное продам ну то есть вот так вот видите я получается я закоррупциал 25 ой 26 арморов из них три оказались хоро три оказались хорошие четыре тоже в принципе норм и того получается 5 более-менее норм которые того стоили соответственно шанс что у вас что-то годное получится примерно 20 процентов скажем так все остальное скорее всего будет либо ганну полный шлак короче можно сразу выкидывать ну прикольно в конце лиги можно сделать в принципе какие-то выводы для себя но я думаю мне повезло в целом мне кажется это очень удачно вот этот плюс один мне кажется это слишком удачно жалко что не было таких типа там два о е вот что-то типа такого ну этот говно я потом продам сейчас кстати покажу еще вот одна у меня есть броня которую я до двойным коррупциям попал и в принципе вышло неплохо у меня вот такая есть она просто белой дыру но это на самом деле говняная говняная броня она тоже ничего не делает а вот это уже прикольно вот это уже прикольно то есть здесь есть 129 жизни 72 маны плюс 2 соки татау е соки ау е это вообще практически все спелы реально еще 43 процента дэмэдж если бы она не была вот этой базы говняный голубой то это было бы очень сильно но зато как бы сюда вставятся все если у меня будет скажем там кастер под архимага то сюда можно реально ставить все вот еще такая у меня была двойная это это я оставил чтобы показать насколько может быть бесполезное говно из двойной коррупции значит плюс два курс плюс два варкрай то есть полностью бесполезный шлак вообще ничего не делает реально самая супер бесполезная броня так ну что мы хотели еще одну коррупнуть каома где его положил блин я даже не помню сейчас секунду я найду каома так ну что вот я нашел своего каома дополнительного сейчас мы его валите повысим и сейчас мы его тоже закоррумпим и кстати бонусом еще вот эту incandescent hard чисто для прикола будет очень жалко если она рипнется потому что все таки у меня но у меня просто их две поэтому я могу себе позволить но блин это наверное реально было бы жалко что она и что она рипнется ну кто знает давайте попробуем раз-два о 5 reduce call damage taken выпало а здесь ничего не выпало черт жалко а подождите тогда у меня есть идея сейчас еще одну тогда сделаю потому что у меня есть еще одна запасная а эту туда я просто надену секундочку так идем на своего чифта на так и сейчас мы тогда коррумпим вот это вот 20 ой не только не рипнись не рипнись о 41 у крис дэмэдж неплохо неплохо нормально для каома прикольно слушайте мне вообще не везет давайте еще одну давайте еще одну раз уж на то пошло раз такая катка давайте еще одну сейчас я верю я верю в добро ребята так а куда это мне все говнище сложить секундочку просто белая ну ладно вот так вот получается каом у нас выпал на 41 дэмэдж еще вот инкандесант хард на кому там что-то 55 reduce call damage taken ну тоже какая-то минимальная помощь в принципе неплохо когда пойду на убер элдера наверно немножко поможет вот такая тема еще у меня есть овер дофига экзольтов и энчин торбов я тоже хочу до конца лиги поспамить правда не знаю еще во что то ли хэдхантера пробовать то ли еще что-нибудь такое ну посмотрим посмотрим пока еще не решил так что так что я хотел сказать вот насчет этого билда своего вортексного я сделал некоторые если помните я про него уже рассказывал значит я про я сделал некоторые изменения чтобы его немножко продвинуть значит какие изменения это все в побе я уже там про апдейтил во первых я взял элемент ловерлоуд мне очень трудно было его вместить но кое-как это получилось значит я за линчил orb of storms с хекс тач фрозбайтом то есть вместо фрозбайта по сути я ставлю orb of storms orb of storms сразу же будет пытаться критонуть на элемент ловерлоуд и будет также курсить фрозбайтом здесь increase critical strike support чтобы она более часто критовала я убрал весь вот этот проход вот до этой штуки теперь у меня она идет через амулет и поэтому мне немножко вот здесь тоже структуру пришлось изменить вот еще я добавил вот здесь вот себе блок теперь у меня 60.75 то есть намного намного лучше блок чем в прошлый раз вот то есть в целом перс стал намного более сильный после после вот этих всех апгрейдов что я потерял мне пришлось убрать каома к сожалению каом вэй я один убрал теперь у меня только пять выносливостей это конечно больно но я еще потестирую я еще потестирую ну мне кажется так прикольно вышло пока пока живет я рипнул персонажа одного я прикиньте ребята я делал шейпера я потом меня рип клип тоже есть я делал шейпера и рипнул на шейпере причем по глупости я давно просто очень шейпера не бегал и просто это была полная глупость потом рип клип запишу покажу это было очень грустно причем такая глупость на таком изи боссе бывает бывает я не так часто погибаю в хк тем более как бы ссф хк тут надо очень консервативно играть но прямо рипнул так ох ох было грустно ничего скоро новая лига буквально там пару недель осталось и будем обсуждать новую лигу как то так всем до завтра с вами медведь